Долгое время в районе Заречного существуют коллективы садоводов «Геолог-1», «2», «3», «4» и «5». Сейчас все они страдают от неполноценного получения услуг по электроснабжению. Причина известна. Трансформаторной будке более 15 лет, и она периодически выходит из строя. На замену агрегата требуются большие средства, которых у дачников нет. У нас постоянно пропадает свет в домах. Провода все целые, линии проведены, но напряжения не хватает. 220 тянет редко, в основном показывает чуть больше 100 вольт. Трансформатор не справляется уже, он старый, постоянно ломается, а нам приходится сидеть практически без света. Здесь многие получили статус ИЖС после потопа при Сапарбаеве. Отстроились, но жить нормально не можем. Раньше частная компания обслуживала коллектив, теперь они отказались. Больше никто нас не взял на баланс. В ЖКХ нам обещали помочь и передать дома на обслуживание в энергосистему, но пока эти документы не подписаны. Мы сами тоже не в состоянии ремонтировать трансформатор за свой счет. Каждый раз мы собираем деньги и нанимаем специалистов. Но он по-прежнему не работает как надо. Свет моргает, техника ломается. Телевизоры, холодильники, протерны – все дорогое, что делать не знаем. Акимат Алматинского района на обращение жителей отреагировал, прислал бригаду ремонтников. Трансформатор временно реанимировали. Но на этом проблема не решена. Сложность заключается в том, что по правилам обслуживания дачных участков, этими вопросами занимается председатель садоводческого коллектива за счет целевых сборов. А если дома признаны жилыми по обновленному статусу ИЖС, то здесь уже регулируется отношение с поставщиком услуг по индивидуальному договору. В настоящее время от неисправного трансформатора страдают порядка 50 домов в нескольких коллективах. Ирина Гульс, Юрий Шаповалов, программа «Факт».